Видишь, какие поля? Вот отразительная разница. Вот смотри. Вот это наши поля, да? А вон там, вон, поля колхоза Горького. Видишь, заросшие бурьяном? Где церковь? Это вот как раз те поля, которые Рота Агра и Саблин захватили несколько лет назад и потом бросили их. Потому что где церковь, там строить ничего нельзя, а сельское хозяйство они уничтожили. Мы когда-то, я давным-давно еще, когда разговаривал с этими людьми, говорил, что отдайте нам земельные участки. Мы вам заплатим в 10 раз больше, чем вам они обошвите. Потому что мы вон, вот видишь, наши поля, вот спаховые, да? И вон их все в бурьяне. И мы говорили, слушайте, ну вы же все, забросите все. Мне он предложил за 2000 долларов за сотку. Я говорю, слушайте, мы же не коттеджи собираемся строить или там многоэтажные, да? Мы собираемся, производитель коспродукцию, картошку. Поэтому я сказал, в 10 раз дороже, да, но ни в коем случае не там по сумасшедшим этим ценам. Так они и стоят сейчас, заброшенные, плодородие почвы падает. Бурьян, мы вынуждены потом работать, запрыскивать свои поля, потому что ты же не остановишь, он прилетает с одного поля на другое. У колхоза Горького председателем был мой наставник, очень известный в Московской области, вообще в России, в Советском Союзе человек, герой соцтруда Василий Яковлевич Мавров. И представляешь, вот ему пришлось увидеть, как уничтожается его хозяйство. И это было просто, я один раз позвонил мне, говорит, слушай, приезжай, я хочу там проехать по твоим полям. А у нас же вот поля, деревня Остров, это поля колхоза Горького, а наша вот деревня Слобода, это уже наши поля. И я приехал к нему, он жил в деревне, взял его и мы поехали по полям. И вот его поля, то есть поля колхоза, которые заросли бурьяном, там ничего не делается. И потом переезжаем через Межу, и наши. А у нас такая красота, а он же агроном, он 50 лет проработал в хозяйстве. Начало агрономом, потом главным агрономом, потом председателем колхоза. Вся Россия к нему и весь Советский Союз съездил к нему учиться. Он лучший был с точки зрения производства кукурузы, носилось. И представляешь, вот у него слезы на глазах, потому что он увидел, как при его жизни, его предприятие, которое он всю жизнь посвятил, а колхозу там исполнилось 80 лет тогда, он увидел, как его разорили. А для любого руководителя его предприятие, как родной человек, как ребенок, он же в него вкладывает душу, силу, в общем, все, все, все. Вот в результате, он увидев это все, конечно, ему было очень тяжело. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!